В этой схеме все теряют кучу денег Ой, я куплю все сам Да блядь, ты же сам собирался все заказать Я здесь при чем? Ну и такие реально люди бывают Да не, давай так делать, все нормально там Но зато, блядь, вот эти бичи, которые были свободны, сделали срочно Привет, с вами снова Артур И сегодня я расскажу вам, как найти самого всратого исполнителя А подрядчикам расскажу, как найти самого конченного заказчика В области оказания любых вообще услуг В этой схеме все теряют кучу денег, кучу нервов Никто не получает ожидаемого результата Но зато то, что получается в итоге, точно не нужно никому Расскажу вот на примере совершенно недавнего случая Жара, порядка плюс 30 градусов на улице Звонят ребята, которые говорят Здрасте, подскажите, сколько стоит монтаж кондиционера? Я уже приблизительно понимаю, что происходит Говорю сразу, без дополнительной информации Что ближайший монтаж через 3 недели возможен А вот эти ребята такие удивляются Блин, как да, нам же нужно сегодня И я на самом деле честно не очень представляю, что происходит в голове у этих людей Потому что я не очень представляю, что они думают Либо они считают, что я сижу без работы И жду, когда позвонит именно вот этот вот парень Которому нужно сегодня поставить кондиционер Либо я, по их мнению, из того, что им нужно сегодня Должен позвонить ребятам, с которыми я уже договорился И заранее, как вы понимаете, за вот эти приблизительно 3 недели И должен им сказать Блин, слушай, ну тебе надо было Ну знаешь, тут позвонил парень, которому срочно Поэтому твой монтаж мы задвинем еще на 3 недели Потому что в пределах этих 3 недели У меня, естественно, нет времени Либо я в его представлении должен заниматься этим вопросом ночью Или в свой выходной При том, что когда на улице плюс 30 Объективно мне все равно есть чем заняться Потому что, несмотря на то, что у нас все плюс-минус распланировано Есть те объекты, которые мы обслуживаем Как, например, областной суд И там, к сожалению, по условиям нашего договора И просто по-человечески Бывает что-то отхлебывает И это нужно срочно починить И в плюс 30, естественно, это, как правило, отхлебывают кондиционеры Их, естественно, нужно очень срочно починить Мы не можем сказать на этом объекте Что, ребят, мы приедем к вам через 3 недели А вот этот вот парень, который позвонил непонятно откуда Со словами «Мне нужно сегодня» Ну, скорее всего, ты пойдешь лесом А если мы заглянем, на самом деле, еще чуть глубже в суть проблемы То мы поймем, что, скорее всего, человек, который звонит Вряд ли сильно адекватен А это значит, что даже если я соглашусь на этот монтаж То уже и в процессе монтажа, скорее всего, у меня будут проблемы И, на самом деле, если мы глянем еще чуть глубже И эта история повторяется каждый год И постоянно это происходит Что есть какая-то категория людей Которые не хотят организовывать свою работу Либо они думают, что есть огромное количество специалистов Которые сидят без дела У них нет работы И они ждут вот этого одного заказа в год И они звонят со словами «Блин, знаете, мы тут поняли, что у нас через неделю выходят маляры А мы вспомнили, что нам вообще-то нужны еще и кондиционеры И вот нам нужно, чтобы к следующей неделе вы уже закончили» Это может быть даже в целом в пятницу Им пофигу Такая организация работ И понятное дело, что в таком случае Ну, никто не будет к ним ехать и делать нормально Если я адекватный специалист Мне есть, что поделать на этой неделе уж точно Серьезно? И вот эти ребята, они звонят и рассчитывают Что вот я конкретно сегодня в этот день не занят Скорее всего, по их логике он должен быть не занят каждый день в году Чтобы иметь возможность выполнять их заказ И вот они пытаются найти монтажника, который не занят каждый день в году И ждет вот этого одного шального заказа, судя по всему И вот вопрос, какой результат они хотят получить Если этот человек каждый день сидит без работы Ну, то есть, скорее всего, это связано с тем, что к нему никто не хочет обращаться И, скорее всего, человек, который найдет этого специалиста Также не захочет к нему обращаться после того, как увидеть свой результат В чем цель вот этого? Давайте пройдемся дальше по этой чудесной стратегии Мне, чтобы выйти на монтаж, нужно понимать, каким должен быть результат Для этого мне нужен проект Кроме того, из проекта мне нужна спецификация, чтобы заказать материалы Если у меня этого не будет, то заказывать я буду либо с запасом Что, на самом деле, во-первых, перерасход денег А, во-вторых, не очень возможно вентиляции, потому что у нас много заказных позиций Либо я буду дозаказывать в процессе Что приведет опять же к тому, что у нас увеличатся сроки, за которые мы боролись Вызванивая ребят, которые выйдут сегодня А потом начинается цирк с конями Эти ребятки врываются на объект Начинают что-то накидывать, что-то дозаказывать Просить дополнительных денег, потому что они что-то забыли А о том, какой будет результат всего этого В лучшем случае догадывается прораб этой бригады И больше точно никто не знает А теперь давайте взглянем на это глазами подрядчика Допустим, мы заходим на объект И в процессе понимаем, что нам нужно что-то дозаказать И мы начинаем что-то дозаказывать Нам нужны дополнительные деньги Мы обращаемся с этим вопросом к заказчику Заказчик может в этот момент решить, что ему не нужно доплачивать Он же уже заплатил, и соответственно мы должны Либо из своего кармана зачем-то за это заплатить Либо, соответственно, выдать результат Который не соответствует адекватным стандартам качества А еще один любимый мой тип клиента Ой, я куплю все сам Ну, типа позиция такая, что вот вы зарабатываете на материалах И типа мне будет дешевле, если я куплю все сам Ну, конечно, мы зарабатываем на материалах Я тут одной бабушке продал кондиционер Я себе два с этих денег купил, которые заработал Ну, а если серьезно, то да, конечно, мы зарабатываем на материалах Потому что найти поставщиков, выяснять, где у них что в наличии Организовать доставку, организовать оплаты, заказы Соответственно, дальше все это разгрузить Не продолбать и не сломать ничего по дороге Нести дальше за это гарантию Все это требует определенных усилий, времени и денег И вот меня немножко удивляет вот эта позиция То, что вот я сэкономлю Да сэкономим, но только ты сделай всю эту работу сам Потому что обычно это из себя представляет следующую ситуацию Что когда начинают эти ребятки писать А пришли мне список, пришли контакт поставщика Пришли счет, а можешь там разгрузить, организовать доставку Да, блядь, ты же сам собирался все заказать Я здесь при чем? А помимо этого бывает история, когда я куплю вообще все сам Вплоть до саморезов Ну, и такие реально люди бывают И когда человек купил тысячу саморезов А я не могу в точности посчитать Если мне не хватает 50-100 саморезов Я поеду и куплю, либо они у меня лежат в чемодане И когда у меня не хватит 50 саморезов И мы встанем из-за этого Вопрос большой, за чей счет банкет? Короче, я не очень представляю, почему у людей складывается впечатление Что можно нагрузить подрядчика дополнительной работы По организации материалов и сделать это бесплатно Но несмотря на это, они думают, что это все должно быть бесплатно И да, действительно есть заказчики компании Которые могут вполне самостоятельно заказать, поставить Все, нести за это гарантию И не нагружать никаким образом нас И у меня вообще нет вопросов в данном случае И мы работаем по такой схеме И это прекрасно, это очень удобно для нас Но когда вы не выполняли такую работу никогда ранее Скорее всего, это будет опять про то, что результат не будет удовлетворять ничьих ожиданий А еще есть прикольные ребята Значит, у них типа есть проект И у них там есть ряд решений, которые, ну в моем представлении, категорически недопустимы Например, там бывает такое, что кондиционер на чердаке Или решетки просто вообще промочные-промочные Ну нельзя такое в квартиру ставить Ну просто это супер неэстетично, как минимум И я им считаю коммерческое предложение со словами Ребят, вот это приблизительно столько, сколько у вас будет стоить система Но вам нужно перепроектировать и исправить вот эти решения Все, да, мы все переделаем и все, и пропали Проходит какое-то время, они звонят Все, погнали, у нас все готово, мы готовы бабки платить, давай договор Куда выходить? Какой договор? Надо же проект переделать, вы дайте хоть посмотреть Там может сумма поменялась, может даже меньше в сторону Да нет, давай так делать, все нормально там Долбать! Ну естественно, блять, ребят, идите нахер Ну мы отказываемся от таких проектов И вот это вот опять про организацию Я понимаю, что на стройке много процессов И за ними иногда сложно уследить Но если ты не в состоянии уследить за своими процессами, которые у тебя происходят Найми человека, который будет заниматься Не получится сделать качественный результат При этом продалбываясь на каждом углу И скорее всего прораб в финале выйдет дешевле, чем пытаться вот тут вот что-то накроить И проблема же не в том, что мы такие вредные И не хотим там делать, когда заказчик там принял какое-то свое решение Проблема в том, что когда я понимаю, что проект не проработан А у человека не было времени, чтобы им заниматься Это значит, что когда мы выйдем на объект И что-то будет не сходиться Вот этот парень, который забыл про то, чтобы переделать проект Потому что у него не было времени У него не будет и времени согласовывать какие-то решения А значит, что мы можем просто из одного какого-то дебильного решения, которое было просто непродумано Можем так простоять неделю, две, а сроки по договору идут И по итогу этот парень, он же неорганизованный Но зато почему бы ему неорганизовано сходить в суд? Ну такое тоже бывает, к сожалению Я прекрасно понимаю, что у всех бывают форс-мажоры Что-то могло пойти не по плану или просто забыли Может быть такое, что изначально обратились даже заранее к специалистам Которые оказались безответственны Такое тоже бывает, они просто пропали Нет, ну просто я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев Не получается выйти на объект срочно и обеспечить качественный результат Я-то как раз-таки хочу сказать, что вот если у вас маляры выходят на следующей неделе Но, к сожалению, чтобы получить качественный результат Нужно заморозить стройку и сказать Ребят, давайте, когда у вас будет в следующий раз время Мы с вами договоримся, а сейчас нам нужно найти нормального подрядчика, чтобы получить хороший результат Потому что, к сожалению, дохрена истории Когда нашлись вот такие ребята, которые срочно вышли Они срочно все сделали Потом, соответственно, зашивается гипсокартон Зашивается, там, замазывается шпаклевка Все закрашивается Включаются кондиционеры Они не работают, шумят, текут, еще что-то И мы возвращаемся к тому, что мы вырезаем этот гипсокартон Снимаем эти кондиционеры И делаем все нормально Но зато, блядь, вот эти бичи, которые были свободны, сделали срочно Ну, офигенно Надо понимать, что качественный результат, конечно же, зависит не только от выбора подрядчика Безусловно, если на стороне заказчика ужасная организация Странное финансирование или есть явные препятствия для выполнения работ Конечно же, результат в любом случае тоже получится посредственный А если вы хотите получать качественный результат Обращайтесь к нам Ссылки в описании Подписывайтесь на канал С вами был Артур Пока